Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня я с удовольствием отвечаю на вопрос своей подписчицы из Тольятти, которая интересуется, в какие города во Франции можно поехать на машине, где безопасно, где нет. В общем, я так поняла, интересует, конечно же, где можно остановиться недорого в отеле, как можно покушать вкусно, что именно в каком регионе. В общем, это будут ответы для туристов, которые хотят посетить Францию, не от туроператора, а, как говорится, собственными силами. Итак, ну, конечно же, да, как она меня и спросила, и верно заметила, что в Марселе у нас место достаточно-таки горячее. И тоже правильно, что немного напоминает Неаполь. Но это, естественно, это портовый город, и как бы любой портовый город, по моему мнению, в любой стране, он немножечко, ну, не скажем так, чтобы опасный, но менее привлекательный для туриста, поскольку нужно беспокоиться больше о своем кошельке, о своих каких-то там вещах, чем рассматривать достопримечательности. Но, тем не менее, я не могу сказать, что там настолько опасно, что туда не стоит поехать. Марсель достаточно интересный город для туриста. И, естественно, кто любит Дюма, то, я думаю, будет очень интересно посмотреть своими глазами на замок Ив. И, да, ну, вообще там безумно красивого цвета море. И, да, ну, достаточно интересный город для туриста. Для туриста, который приезжает во Францию. Так что, если вы сильно боитесь, то, конечно, не едьте. Но, что именно должно быть, вы должны быть осторожны, это с местными водителями. Потому что машины водят в Марселе, это что-то с чем-то. Они ездят без всяких правил. Ну, в общем, нужно быть очень хорошим водителем, чтобы водить машину в Марселе. Это вот единственное, что я хотела бы сказать. Многие туристы туда ездят. Слава Богу, ни с кем ничего плохого не произошло. По поводу еды советую, если вы будете в Марселе, это обязательно отведайте суп Буябес. Если позволяют средства, то, конечно же, лучше пойти в ресторан, который на сайте города. В каждом городе есть туристическое агентство. И там можно взять разные проспекты, где будут рекомендованы рестораны. И какие-то места, где вы можете посетить, как от дорогих, так и от дешевых. Так, затем, что я могла бы порекомендовать? Это Тулуза. Это необычайно красивый город. Это просто архитектура, которая сводит с ума. Это там лепнина. Ну, очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok И как бы во Франции Тулуза называется розовым городом, поскольку множество зданий в центре города, они выложены из кирпича. Конечно, это больше такой терракотовый цвет имеется, но французы переводят именно, что это розовый город. Очень красиво, очень рекомендую. И как бы, если вы хотите посетить ресторан, то блюдо, которое вы закажете в этом месте, в Тулузе или в окрестностях Тулуза, это, конечно же, косуле. Это очень вкусно, очень питательно. Да, боябес, я не сказала, это рыбный суп. И косуле, это такая, ну, как бы тушенка, не тушенка. В общем, все запекается в глиняном горшочке. Это фасоль, это сосисы дютюлюз, это такие колбаски очень вкусные. И утиные ножки с овощами. Это все, ну, в общем, это просто супер. Это очень вкусно. Так что блюдо, это, вот это. По поводу отелей тоже сразу сейчас скажу. Я рекомендую, если вот вы будете ехать на автомобиле и останавливаться в каждом городе на одну ночь, то, естественно, ну, я не думаю, конечно, что каждый захочет или сможет снимать дорогой отель. Поэтому могу порекомендовать. Очень такой бюджетный отель, но, тем не менее, там чисто. И есть душ, туалет, все, находится телевизор в номере. Это сеть отелей, которые находятся по всей Франции. И называется это отель Premier Class. Есть какой-то, вот я точно не скажу, кажется, этап. Вот в этом отеле у нас знакомые были. И нет удобств в номере. Это, ну, я это не могу порекомендовать. Но вот Premier Class там точно есть удобство в номере. Также недорогой отель Ibis. И там тоже есть, вот при Ibis у них там есть ресторан. И в этих вот отелях, ну, всегда вы можете позавтракать, как бы не выезжая куда-то дополнительно. Ну, раз уже зашла о питании речь, сейчас я немножечко коснусь этой темы, потом продолжу по поводу городов. Чтобы позавтракать, вы должны будете искать место, которое называется патессери или кафе или брасери. Вот в этих, ну, брасери, они больше там идут такие закуски. Это пиво можно заказать, но, как бы, кофе тоже в них подают. Также вы можете пойти в какой-то бар, тоже на завтрак вы можете там взять круассаны, кофе, сок. Но советую именно, как я, это буланжери, патессери, потому что там вы можете взять и вкуснейшие пирожные, вам могут приготовить сандвич и, естественно, и кофе, и горячий шоколад. Так что на завтрак имейте в виду вот в таком месте. Ну, даже в обед вы можете в любое время зайти, сандвич вы там купите. Поскольку во Франции, как я уже говорила, рестораны работают с 12 до 15-30 или до 14 даже некоторые. И вечером открываются с 19 или с 20 и работают до 22 или до 23 часов. Потом покушать можно будет только, наверное, в Макдональдсе. Ну, естественно, Макдональдс тоже никто не отменял, они есть везде. И по поводу, по шоссе, по ауторуте вы тоже можете заехать. Такие мини-ресторанчики Квик, Макдональдс, там бутерброды вы всегда найдете. А чтобы покушать в ресторане, то имейте в виду, что это с 12 до 15-30 и с 19 до 23, так скажем. Так, ну, это касательно питания. Дальше города, которые я бы хотела бы, могу посоветовать. Если это юг Франции, то рекомендую также Перпиньян. Он находится недалеко от Испании. Вы также можете проехать и в эту страну. И как бы город тоже достаточно красивый, тоже с исторической точки зрения интересен. И, ну, тоже могу вот его посоветовать. Затем тоже небольшой городок, но очень милый, который мне тоже очень нравится. Это город Сет. В этом городе какая достопримечательность. Если вы любите устрицы, то там недалеко находится устричная ферма. И вы можете туда заехать, естественно, купить эти устрицы, посмотреть, как они выращиваются. Это тоже, я считаю, очень интересно. И есть в этом городе, вы тоже вот специалисты, как французы говорят, это такие пирожки они делают. И в этих пирожках морепродукты с томатом запеченные тоже очень вкусные. Так что тоже вот или устрицы вы можете отведать там, или же вот эти пирожки вот именно в этом городе тоже мне очень понравилось. Затем очень рекомендую посетить город Ним, поскольку, ну, сам Ним, это небольшой городок, но тем не менее, какая в нем большая достопримечательность, это Мизон Каре, это очень старинное такое здание, ну, красивенное просто, и он открыт, сейчас там была реконструкция, сейчас он открыт для посетителей, что, ну, это манифик, это как тоже французское слово, это супер зрелище. И недалеко от Мизон Каре находится наша знаменитая арена. Она намного лучше сохранилась, чем Колизей. Но вход внутрь туда идет платный, и она в основном там проходит кориды. Или выступают такие звезды, как Меленфармер, Мадонна, Стинг, ну, в общем, звезды мировой величины приезжают, и они, как бы, выступают именно на этой арене. Она функционирует как концертный зал. И, ну, тем не менее, когда там нету представлений, вы можете посетить и посмотреть, как все находится внутри. И, как бы, это тоже такое супер зрелище, и я очень рекомендую это посмотреть. В специалите города Ним по поводу еды я рекомендую посетить ресторан, где готовят брандаду. Это тоже готовится только вот у нас в Ниме. Это картофельное пюре, смешанное с пюре рыбы трески. Это очень вкусно, особенно если это подается с зеленью, то тоже очень рекомендую. Я почему советую, я не знаю, в моей семье у нас принято, если мы едем в какую-то страну или в какой-то регион, то, естественно, мы пробуем то блюдо, которое характерно только вот этому региону. Потому что ехать, например, в Италию и заказать паэлу, а ехать в Испанию и заказать спагетти, понимаете сами, это не очень интересно. Затем мне очень понравился регион Канталь и могу порекомендовать город Салерс. Это, ну, если вы любите горы, если вы любите зелень, то вы там просто растаете. Там безумно красиво. Воздух – это что-то необычайное. Там недалеко массив Централь. Зимой там как горно-лыжные курорты, очень много лыжных баз и такие шале. В общем, ничем не хуже, чем наш знаменитый Куршавель, только цены намного дешевле. Так что, если вы планируете в зимнее время года, то могу посоветовать регион Канталь. Если вы будете в Кантале, обязательно закажите стек. Это или коты дюбёв. Говядина, телятина в этом регионе, она нигде нету такого вкусного мяса. Именно в этом регионе я рекомендую заказывать именно мясные блюда, а также очень вкусно они готовят запеканку с молодым сыром Канталь. Она такая тягучая. В общем, картофель в сыру, запечённый в духовке. Это тоже неимоверно вкусно. Так, что мне ещё понравилось? Какие города мне ещё понравились во Франции? Если вы, конечно, хотите посетить море, то безумно красивый уголочек. Мне нравится курорт, который Касси называется. Это недалеко от Марцеля. Пишется как Кассис. Кассис с французского – это чёрная смородина, но жители именно вот этой вот местности они называют этот городок Касси. Кассис с французского – это дейон. Настолько там красиво, там виллы, прям вот на скале и вот вид на море, ну это просто шикарно. И такие улочки маленькие, узенькие, старинный город, и ресторанчики, барчики, там все, ну настолько, все компактно, все красиво, можно подняться, там есть тоже турбюро, есть в любом турбюро, и вы туда заходите, вы берете проспектики, разговаривают все на английском языке, и вам расскажут, покажут, и как бы проблем не будет, если вы говорите, не говорите на французском, на английском, вам все объяснят. Как бы это тоже, это такая жемчужинка, это такая прелесть, это, ну мне очень понравилось. Если интересно, конечно, можно посетить авиньон. Там очень интересный мост, который на половине реки, река Рона, это тоже наша знаменитая река. Она большая, во Франции как бы очень мало больших рек, и эта река, она просто огромная, тоже очень интересное место, тоже красивая архитектура, там такой замок есть великолепный. Ну, вообще, я скажу, во Франции, мне даже кажется, даже в маленьких, вот, есть такие деревеньки, которые затерянные, они там на высоте, на горе стоят, там крошечная деревенька, там 20-30 домов, и, ну, это настолько изумительное зрелище, что даже если вы заедете вот в такие вот просто никому неизвестные деревеньки, то вы всегда найдете, что там посмотреть. Еще хотела бы порекомендовать город Эгаморте. Он находится недалеко от нас, это по дороге в Гран-де-Мотте, Монпелье, Гродюруа, в общем, если вы приедете во Францию, если вы снимаете автомобиль, то, естественно, у вас будет с собой навигатор. И города, о которых я упомянула, я напишу под видеоназвание. И, как бы, этот город, это что-то наподобие Каркасон, это тоже город внутри, окруженный снаружи крепостью, и тоже очень интересно. И в этом городе, то я хотела бы порекомендовать, если вы хотите что-то попробовать, тоже вкусное, это будет фугас Эгаморте, это такой хлеб с апельсиновым, ну, даже не соком, не кремом, с апельсиновой пропиткой сверху. Это волшебное что-то, это такой воздушный хлеб, который пахнет цветом апельсина, и, ну, в общем, я очень это рекомендую. Ну, конечно, можно посетить такие города, как Лион, Лион тоже красивый город. В общем, во Франции, если говорить о местах, в которых я побывала, и в которые я бы хотела побывать, то, наверное, этому видео нужно будет уделить часов 10. Ну, я вот назвала сейчас такие города, которые, как бы, первыми пришли мне на ум, что куда бы я хотела посоветовать, чтобы, например, мои друзья поехали, то это, вот это все то, что я перечислила. Конечно, можно поехать и в Париж, конечно, ну, в города более такие дижоны, более известные, но я вот такой человек, я люблю жизнь небольших городов смотреть, потому что их, как бы, можно увидеть и по телевидению, их чаще показывают, они более известные, о них больше пишут в журналах, там, в каких-то изданиях, а вот именно жизнь такая, какая она внутри, именно вот эти маленькие городки, маленькие деревеньки, которые вот мы проезжаем, мне кажется, они намного интереснее для туриста, чем те города, которых они могут увидеть по телевизору или прочитать в журнале. Ну, надеюсь, я чем-то помогла. Если чего-то не сказала, то, пожалуйста, спросите, я добавлю или сделаю отдельное видео, или же просто отвечу в комментариях или в личной почте. Большое спасибо за такой интересный вопрос, была очень рада поделиться, и до новых встреч, пока-пока!